Продолжение следует... 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 не за тех ну неважно но я рубика угадал я там одеваю этого как его анонсер мега килл анонсер не defense grid анонсер defense grid курица стресс как у меня куриц много я вообще элитный 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 ладно будет смелывал и пенант будет в я пенант вещь у меня есть такого ни у кого нет чё у тебя есть вот такой пенант урал дэлит команды уже не существует год у меня есть и худ ладно пусть будет да ирстауновский вард короче что и делай вообще там пик идет все анонсер 5 будет defense grid анонсер спасибо огромное опять-таки чем огромный ты респект и уважуха продли ему премиум в подарок нефиг делать вот вот кстати вот с радостью вот прям вот прям действительно вот прям возьму ее с радостью продли пацаны я тоже есть ладно я шучу и ничего пока не надо деньги нахватил хекс я счастлив у меня радуга из ушей поэтому все в порядке и так чем в бане в бане также девауэр и еще один бан от вичи гейминг дофа что-то задумал да вот на год пацану просто продлили премиум вот видите как хорошо быть хорошим все и он у меня еще будет в друзьях стиме ты в курсе что хованский друзья в стиме продает места друзья в курсе что ты мою не принимаешь уже полгода серьезно ну чувак ты знаешь как я список своих друзей смотрю его вот так смотрю заявки вот так вот его смотрю вот так сейчас опять дело подставу нереально сколько мне раз тебя еще надо добавить давай я тебе добавлю вот уже по-другому не получится у меня реально ну то есть это невозможно просто так там вот так friends от friend пишем вот принципе я так же делаю фунт нет ну ты же понимаешь что я не принимаю вообще никак папа папа теперь у тебя тоже хватает так же надо было как-то успеть тебя добавить вот до этого косяка по секунд ремейнинг прикольный анонсер прикольный анонсер мне нравится ну что мы видим что у нас бан улетел дом дан бан улетел чем алхимик и devour dragon knight от dk dragon knight да господи тава шоцаре тут нас тут пришли тава рации пришли тава рации и слэма рации пришли нас и тут фоткают чего не улыбаются они походу что-то с утра скушали вкусного или еще что-то а просто довольно то что если первый день последний день на югах завтра его запирают в неже улыбнул в нижний тагилл 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 мак диванском мууууу с ведрами где медведи все дела ахахаха баллов а его и основное на страивных учит учит как жить в русской глубинке на валенке ему дал с собой Галоши, да Вообще, да По киевской погоде, на самом деле, галоши Галоши на ура пойдут, да Рейзер у нас залетает В исполнении команды VC Gaming Против драгонать довольно неплохое оружие Вообще, Рейзер хороший герой Ну и что будет дальше? Товарищи 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 Анафема всем тем, кто посвятил себя в опричнике Анафема Фигня какая-то Согласен Ты поплыл Это из Квена, кажется Одна алхимик в бане, видим также Дум и драгон Так, вот ты зря на весь стрим запалил мой А я не палил твой Это же не видно на стриме Ты вслух просто это произнес Ну, Гадхан, все знают, какой у тебя ник У меня ник Вилат, ну и шо Я его не меняю уже два года И добавляет мне тысяча человек в день И чо Одной кнопкой нажимаешь, игнор all И все, в чем проблема Вдруг там есть среди них хорошие люди Которые тоже меня анонсеры будут подкидывать Ну, хороших людей мало Очень мало Радиант стимпик Радиант стимпик Нюх, нюх, нюх Нюх, нюх Жил бы был тебя добавил, друзья Ну что? 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 Пока что у Твичи гейминг Очень интересный пик вырисовывается Мне нравится разор Бэйн Вау, Бэйн еще веселее Слушай, тут вообще классные пики у одних и у вторых Но все равно почему-то пик ДК мне нравится на этот раз Да, я тоже считаю, что немножко посильнее Вот как-то он именно смотрится покруче Ну, Драгонайт в миде понятно Вивер может быть и оффлейн Может быть, ну скорее всего это будет все-таки фармящий вивер с Дарксиром оффлейн Плюс Никс, плюс что? А разор может пойти в мидл с агрессивным вардом и контрить ДК? Ну, это понятно, так оно и будет, скорее всего То есть еще и с тапком, к тому же Это очень вероятно Что у нас элитный чатик притих? Пишите что-нибудь Гадости разные Нет, гадости не надо Ну, может, да, не пишите Гадости, если хочешь увидеть, ты отключаешь сабскрайберов и сразу у тебя там вух, такая волна Ни одной канализации не хватит, чтобы это все потопить Что? Ты еще на мой контакт что-то заливаешь? Чувак, это Зевс Я вот просто загрузил свою ленту ВКонтакте А там просто у Зевса барышня кусает вторую барышню за попу Что это за бред вообще? Ну вот если бы там мужик мужика за попу кусал Было бы не очень Было бы не камильфо А так ты еще вполне Да, да Я вообще сначала глянул, думаю, боже, это что, Полина? Ну ладно, думаю, слава богу, нет Ты хотел опять поднять Да, 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 вайн Кстати, ребят, на нашем шестом канале Twitch.tv.starluder6 Прямо сейчас идет четвертьфинал Аматорки Наши, где играет литовская команда Флюш против украинской команды Пантеон Так что Twitch.tv.starluder6 Заходите в параллельном стриме Запускайте и смотрите Четвертьфинал Аматорки Там очень интересно Тафа тебя скинул прям уже Куда-то Куда-то К себе, что ли, или мино-стерва В контакт Что ты делаешь? Прекрати, ахаха Ахаха Ну, коты к себе скинул Та-да Ну что? Последний пик ДК Что же это будет? Что же это будет? Ой-ой-ой Ну, я вот даже не знаю Ну, понятно, что это должен быть второй саппорт Да, желательно рейнджовый саппорт ТХД в бане Я хотел сказать только ТХД Но оказалось, что Ноуэй Ля-ля-ля ЦМка, мэйби В Китае не пользуется Сейчас популярностью Что-что? ЦМочка? Ну, бывало Но очень редко Как бы Кстати, норм Нет, это нечатрес Это, кстати, очень хороший вариант Это нереально хороший вариант В отсутствии чена Это просто очень круто И как бы выходить Ну, блин Вообще, мне очень нравится этот пик Ну, и вот это вот, конечно, мне не нравится уже Вот, что это такое? Ну, какой Фантом Лансер? Где Котл тогда хотя бы? Посчитаешь Где Котл? Где Котл? Где Котл? С Каспером комментировали игру, где... Дай мне манна! Дай мне манна! Котл! Ты хочешь манна? Ты хочешь манна? Возь мне! Чакра-магик Оу, сори Боже, я настолько тащусь просто от этого видосика Что это просто что-то... Мне действительно нравится Вот этот чувачок Вот этот видосик Ладно, let's do this! Поехали! Ice, Ice, Ice На Дараксире Бёрнинг играет На Виверлан Эм Играет у нас на Энчантрес Муши Драгонайт ММА Никс Ассасин Ты куда пошел? Варды он пошел ставить Понятно Да, все-таки будет играть Ice, Ice, Ice Роль офлейнера в команде ДК Скорее всего так оно и будет И ничего здесь меняться не будет Ну и против них Финрир играет на Абэйне В миде Супер на Розоре Ро Ти Кей Играет на Элдер Тайтане Ту-ту Ту-ту Кэри Фантом Лансер И Фай Рубик 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 Кстати Прошу заметить 81 игра Посмотрена Сет Старладера Парень знает какие игры Парень знает вообще Во что надо одеваться Просто Фай В сете Старладера Like a boss В любую погоду Одет по моде Красавчик В сете Старладера Красавчик Мне интересно Лансер подозревает Что тут есть некий Неплохой пуш потенциал У ребят С ничего и Дарксиром ДК Нет? Не ну типа Оно прикольно Но вот будут ли Ну как там Бернингу все равно Надо будет фармить Как бы Ну два Жука Два Неруба Будет весело Ладно Посмотрим как пойдет игра Напомним 1-0 В пользу Дикей Вы это видите И напомним что Формат встречи БО-ту То есть у нас Если выигрывает сейчас Вичи То будет ничья 1-1 И все Дальше третьей игры не будет Ну и опять таки Это чемпионат На 10 команд То есть каждая команда Сыграет По 18 карт Неплохо Ну по итогам 18 Ну так же как Старладер На 16 команд Каждый с каждым играет Так же и здесь Только здесь 10 команд Каждый с каждым играет Дважды И ето китайцы А? И ето китайцы Ето китайцы Да Это основное различие Они наши любимые СНГ Шведа комьюнити Белорусские бетерайдеры Кстати сегодня Вечером опять таки Напомню матч Нави Альянса Но Уже скажем так Там есть кое-какие Невеселые моменты Для болельщиков Альянс Потому что Вчера писал в твиттере Товарищ Лода В том что Неважно себя чувствует Приболел Лода И еще не знают Сами Альянсы Но возможно Им придется играть Сегодня с заменой Потому что очень плохо Он выбежал Он бросил Просто 4 вейва Супер Ну да И дает Смотри Еще один вейв И вообще У него не заканчивается Просто мана Вообще пофиг Жесткий сатер Ну заканчивается конечно 100 маны осталось Еще на один вейв И он все равно Скоро закончится Вот он умер От разрыва сердца Но конечно максимальную пользу Здесь вынес На товарищ Ланэм И он нашел Гарпию Он нашел Гарпию Не убивай ее Братюнь Проблемы Забери ее Он сделал дабл спаун Гарпию Он не будет я думаю убивать Да смотри Он видишь Еще продувает так Чтобы Гарпия не дамажилась И переманивает Как раз таки Гарпию И должен ее отправлять в мид Это самое главное А АССС Вот это все зафармит Да И вот сейчас Гарпия Еще придет в мид Поможет здесь Очень неплохо так стать Так поможет Товарищ у муши Который забрал хасту На нижней линии Вот сюда вот Перебегает опять в мид Ну вообще все хорошо Гарпия это нечто нереальное 140 демейджа С нереальным радиусом Сейчас начнет прописываться Да ну вот она прибежала И Розор такой Болин У меня есть молнии Там есть молнии Твою ж дивизию сейчас думаю Твою ж Гарпию Твою ж Гарпию Да на топе На топе у нас то же самое Что было в прошлой игре Просто стоит у нас товарищ Роти Кей Ну и мы видим Что ММА и Бернинг Пока конечно не страдают Но Роти Кей Зарабатывает экспул Зарабатывает себе Хоть что-то Есть у него тап Кубить его непросто Но второй левел Конечно нужен Ну и снизу фармит Ту Ту Пока 17-3 Ну минимум Бернинга Вот раскликался Бернинг После первой игры 18 на 13 Добивает всех Добивает всех Убивает всех Ну тут Пошел Пора 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 Да Штурмодел Сейчас Гарпия Будет погибать Я думаю Сейчас пойдет делать Свои последние напасы Так сказать Ну конечно Так Но Бернинг Тут нормально Фармит Формирует Кстати атака От Лан Эмма От Айс 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 А это может быть Форсблат Если не успеет Среагировать Сейчас Роти Кей Роти Кей отходит И уже поздно Наверное Два Кентавра Выбегают Одному Ускоряет Очень четко Есть первый стан Вот он второй стан И Роти Кей Здесь без шансов Форсблат забирает Айс 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 Но конечно же Олглори Ту Лан Эм Что отлично Здесь все сделали Айс 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 Ускорил Кентавра И два стана И есть первая кровь Красиво Красиво Несомненно Очень красиво Подбежали Оформили Cancer Lainzer Внизу Фармит Да понятно Что крипстат У него Самый лучший Сейчас на карте Никто абсолютно Не мешает Крипов Всех должен добивать Ну как самый лучший Бернинга 25-14 То есть там 2 крипа Да 2 сюда То есть Денает получше Но тут мешает Своих куча Фигней страдает Какой-то Нехорошие Купает он сразу робе оф зе маджи Не, ну вот Фантом лайнсер, да А, не, вообще, это диффуза могут быть, в теории Да нет, ну какие диффуза Это будут точно барабаны, а потом могут быть фаз диффуза А может быть еще какая-то китайская хрень Я черт его знает Фантом лайнсеры китайские, это непредсказуемые Такие герои Это мантисом Да, но как мешает, мешает активно У нас Elder Titan, забирает крипов на себя И будет вынужден в ДК, наверное, уйти Хотя есть совух, и совух танкует, да У него достаточно брони, 4 плюс 5 под базилькой Да, ну и Цири очень долго он так вытанковал Сейчас еще потанкует немного Бёрнинг И вот уже новая пачка крипов подтягивается Еще она далеко, еще очень далеко Здесь тем временем параллельно поймали Айс-Айс-Айс-Айс-Айс Ускоряется и убегает Айс-Айс-Айс Ну а здесь там все-таки заденайл еще РДК Вот это очень хорошо Ну что, вышка на ботами так же падает Получится ли забрать у лайнсера Да, получается Ну и вот он размен только Это буст для лайнсера, там денай То есть денег получили очень мало А тут... Да, неплохо получилось Ну Айс-Айс-Айс левел 4 Ротики и левел 3 То есть в этом плане более-менее ровненько идут Но опять-таки Алдер Тайтон у нас потерпел фиаско и умер То есть фастблат опять-таки за ДК Кстати, очень много людей мы видим с пенантами ДК смотрят эту игру Мне интересно, сколько людей в Дота ТВ смотрят эту игру Мы видим больше пяти тысяч Not bad Not bad Ну и я хочу отметить то, что Разор Ну и тут Айс-Айс-Айс, наверное, умирает Очень сильно прессовали Да Супер, отстоял лайнсера, но на ура Он не отстает почти По крипстацию от ДК Несмотря на то, что его кушали тут и сатирами, и гарпиями, и штормоделами У него все с крипстацией в принципе в порядке Да, 30 на 5, 31 на 7 у Муши Муши контролит руны очень четко Он забрал на 2-й на 4-й минуте Но здесь ему не дадут уже ВГ это сделать Финели же забирает иллюзию Он не стал возле нее стоять, ждать, пока кто-то перейдет Абсолютно все правильно сделал, забрал иллюзию И не даст ее, собственно, взять Муши Вот Муши сейчас должен понимать, что это иллюзия И что руну ему не видать Поэтому банку, скорее всего, надо обузить Сейчас птица прилетит Тут летит вот этот вот Дродо Unusual Дродо С 12-го еще Интернешнала То есть с прошлогоднего Интернешнала И прилетает он сюда к Муши И, понятное дело, перенес ПТ, а банку отправил Атака в МИД ММА, Илон М, ну и нашли иллюзию Спалились Хотя не спалились Они не спалились Чувак, когда бьют твою иллюзию, ты не видишь, что она на миникарте Она не говорит тебе, что она на мини-карте Так что, может быть, не спалились Хорошо, если так Да, действительно хорошо Но в любом случае, атака почему-то захлебнулась Мы видим, что ММА понимает с Ланевом, что уже им, наверное, не напасть АСС опять вернулся в Лиза, потому что против триплей ему стоять невесело И все, вернулось на круги своя Да, ничего не происходит пока что Немножко перешли в формильную доту Тут все надеются на своих керей Но я слышал, что Канцер Лансер игры умеет выигрывать Ну, я слышал, что Бернинг тоже умеет в доту выигрывать Вот где-то я слышал, что вот действительно получается у него довольно неплохо И, ну, тут может быть все что угодно Посмотрим Что у Лансера, кстати, не очень Ну, крипов он много очень пропускает У Лансера Летит ли много Ну, есть барабаны Да Ну, смотрим Смотрим, что будет придумывать Саппорты, пятый левел Бейн Рубик тоже левел пятый Ну, Лансер барабаны, да понятно Здесь Муши Муши 900 голды почти Иникс Ассасин левел 4 Вот с саппортами немножечко нехорошо Идут дела у ДК Похуже лвла Айс, Айс, Айс Покупает Мидас Ну, решил, что немножко подольше будут играть ребята Ну, скорее всего, так оно и будет И вот здесь, может быть, этот Мидас и оправданный Хотя, да, я тоже сомневаюсь в том, что Мекку Ну, хотя, да, с Мидасом Мекку он там все равно быстро соберет А дальше надо будет быстрый Хекс Потому что, как бы, там Лансер, да? Лихекс или Аганим? Да Аганим тоже, кстати, круто Мы посмотрим Посмотрим, что будет делать Блин, ну, Мидас, на самом деле, два куска Это Point Booster и Staff of Wizards Почти Ну ладно, чуть-чуть, не хватает Но Point Booster и Staff of Wizards Финрир, слеп Здесь ММА Присосались к Муши Проблемы огромные Потому что у Муши нет демеджа И Муши очень больно нарезает Здесь же Ланэм Вот он хил Муши на развороте Надо ему дать станд Хотя бы по суперу Нету стана Куда у Нейманы нету Муши Ушел отсюда И все Вот так вот 5 на 5 стычка была И все живы 5 на 5 медли, да Все выжили Никто никого не убил Погрызались друг на друга Просто был экшен Мне так развлекают зрителей Типа Что-то мы долго фармим Пошли там Да, подеремся, да Столкнулись Таким Только не убивать Все, кровь, сопли Все разные стороны Все живы Все живы Все нормально, да Поехали дальше фармить Все окей Да, в этой игре мы видим Абсолютно не такой экшен Как был в матче в прошлом То есть Там у нас на этой минуте Уже счет что-то был В районе 9-8 Здесь мы видим Очень осторожные команды Бернинг Хараси Троте Кея Подожди Козы должен быть Бернинг Троте Кея Убивает его Не улетел Боже, не хватило совсем Совсем чуть-чуть Где у Козы Мидас? Кои у Козы? У Айс Айс Айса У Дарк Сира А, лол Перепутали Дарк Сира, ты думал У Козы? Не, у Козы Это был бы вообще бред А у Айс Айса Да Ну вот я же говорю Что Дарк Сир Который соберет Меку До сих пор его не бросил Ну вот ищет Кого бы бросить Чтобы побольше экспы Ему это дало Да уже бы Половина откатилась На самом деле Ну да Что-то долго здесь бегает Айс Он сейчас еще найдет Амбейна Так, супер Будут лицеплять Есть первый стан ДК подойдет Тоже должен успевать Ну вот у ДК нет формы И мы видим Ох, все-таки задувает ДК Ну я думал не хватит Задувки, но хватило Айс 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 Вот заюзал как раз Таки на Урсу И сам убегает Ну и что Тавр в виде Может быть Ой, проблема огромная Здесь Ротика Банка Надо отпеваться Ланем Хила нет Поставили вард Фая Поймали Сукучи Ничего не дают И Файу надо одну тычку дать, если он убивает и сам должен уйти. Шокучи через одну секунду откулдаунятся. Фай, красавчик, Рубик. Если бы не сет Старладера, нифига бы не работало. Ну невозможно играть плохо на Рубике с сетом Старладера. Невозможно. Я тебе серьезно говорю? У Никса нет сетов Старладера. Даже я выигрываю на Рубике. О, вот это аргумент, кстати. ММА, спанули через ульт Бэйна. Ну вот у Никса нет сетов Старладера. Я говорю, сразу убивают, смотрят, даун. Просто фраг ходячий и все. Корм, корм, еда. 4-3 ДК, пошел у нас экшен. Тот, который мы ждали, тот, который мы хотели. И будем надеяться, что этот экшен будет продолжаться. И будет веселым. И прикольным. И забавно. Да я думаю, что будет. Ну куда же он делится? Думаю, сейчас все больше и больше стычек будет, потому что ребята захотят забирать ТВРА. Есть тавер на мидле, есть тавер на топе еще у команды ДК. И надо на них как-то покушаться. Сенсора-то там диффуза с такими темпами вырисуется довольно скоро. Кстати, полторы тысячи преимущества всего у команды ДК. Не так-то много. Это по золоту, по экспе. Ну, Мидас дает же о себе знать. И товарищ Бернинг, который там пока еще не умирал. 1-0-2, и мы видим, купил кольцо, есть у него аквила, есть у него простой. Мидас, кстати, кинул только сейчас. Вот действительно, он прям кинул. Типа долго ждет? Ну блин, он мог два раза его уже кинуть за это время. Я говорю, была крутая статистика, когда-то тему на Reddit я читал. Типа, вот, если бы кто-то мог там посчитать, то на DreamHack'е на International больше всего времени провел с Мидасом Неброшенным. Да, кто там тупил больше всего. То есть не реализовывает максимальное время, доступное ему. Ну это надо считать, можно умереть прям перед откатом. Не, ну это да. Подлость бывает такая. Иногда так рейджит. Когда ты там с Мидасом, ему надо кинуть, бах, умер. Блин, ты хоть бэй-бэй жми. Трагедия, да? Трагедия, видай печаль. Так, что там? Здесь Бёрнин зашел в спину очень далеко и готовит ДК-вылазку. Тут трое по таврам ждут, ждут их ВГ. Супер, супер. Атака на Супер, и хорошо его отрежут. Сейчас Супер пытается убежать. Будет сейчас стан, застопили, да. И Супер очень быстро взбреет, остальные не успеют потянуться. Не знаю, зачем стенка. Не знаю, зачем. И вот сейчас за стенку все прятаться. Просто все прятаться за стенку. Как же хорошо. И Муши. Муши цыпанули, и Муши умирает. Нет, Муши живет по-прежнему. Муши, ты ладно, как так живешь? Лол, летит копье. Муши минус. Слушай, трое из ВГ мертвые, двое из ДК, четверо из ВГ мертвые и двое из ДК. Тут главное, что канцер лайнсер жив, но четверых, конечно, потерять это не очень. Они просто все забежали, опять-таки, на стеночку и прошли через него. Ну, они хотели, ДК хотели это от них, типа, идите сюда, ВГ. Мы вас ждем, набегайте на нашу стенку. Мы вас тут на нашей стенке ждем. Да, 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 да. Мы не нужны никакой образовательности. Назер Блейкензелл. Вау. Все, короче, Костолье у нас сейчас подумает, что мы какие-то... Чувак, я просто дня два назад смотрел именно музыкальный фильм под названием Вау. В смысле, ты только посмотрел его? Нет, я его видел давно. Ну вот, у меня дома... Посмотрел, потому что я недавно купил себе такую хренти, много дюймовую, да, и я скачал себе просто ее в 1080p с хорошим звуком, посмотрел. У меня, типа, папа был нереальный фанат. Я дома постоянно приходил из школы и там вот эти... Ну, это же классика. Ну, на самом деле, фильм офигенный просто. Да. Ладно, нас все равно никто не понимает, поэтому можно завязывать. Так, что, ДК в полной компашке, вчетвером, без Муши, который продолжает стоять в медленный ДК, юзают смок и пытаются... Шикарно, просто они зашли вот прямо на Сентри Вард вот сюда вот и прямо на нем юзнули смок. А так лучше юзаются. Ну да, да, я тоже слышал, что так просто... Обязательные условия. Туман в два раза, во второй слой Сумрака тебя сразу прячет и... Ну, кстати, ты смотри, почему-то тоже не реагируют на это ВГ. Но они ждут, ВГ сейчас готовы, ВГ готовы. И в пятеро тут. Да, у них есть все ульты, заходит ММА, видит Супера, копает его. Супера надо сберить до того, как он зоюзает меку, не успевает. ММА закарапасировал, Супера сберили, стенка стоит. Отличная стенка. И все нормально, Туту минус Бернинг. Ну, это хорошо, это очень хорошо. Они разменяли Разора на Бернинга. Муши, ты что делаешь, братюнь? Муши, хорошо, минус Финрир, да ладно, вот это Муши бык, а? Муши постоянно выживает на каких-то грошах, потом отпевается и еще успевает кому-то наколотить. И не попадает станом, чуть-чуть не хватает рейнджи, но... Копье! Ланэм, быстро убить надо иллюзий, ускорили у нас кого-то. Как Муши на развороте, Ланэм еще наяривает, Туртака погибает. Ну, этот Муши это просто что-то чем-то, он еще и выживет. Выживет. Да. И ММА здесь бегает, карапасирует, копнули его, ворованный просто-напросто импейлом, ну и ММА здесь, наверное, не поздоровится, да, ну, 2 в 2, 5-таки... Или 3 в 2, 3 в 2, 3 в 2, да, троих же убили парни из ДК. 5-таки в пользу ДК, да. Кстати, появляется Лотар. Слушай, Бабло уже 5000, экспа 3. Очень много, кстати, на 15-й минуте, 5000, это действительно... Да, для ДК с Лотаром. Дарксир собрал себе Меку. Фул Мека, Ботал, Арканы, кстати, он уже достаточно успакованный. 16-ая минута, Медас, да, это очень хороший Дарксир, конечно. Тут уже... Тут и не скажешь, что ты за за их стэшел купил. Буду называть вот эти бесполезные Медасы за за их стэшел. Как я называю взорванных алхимиков за пупейл, так само буду называть здесь за за их стэшел. Это значит, что купил Медас, непонятно зачем. Говорят, а куда? Я-м-я-м. Скоро обзаведется любое действие именем какого-либо игрока. Ну, конечно, конечно, как в футболе или в баскетболе, там разные там слэмданки имеют имя. Так что таки в Доте скоро будут какие-то разные мовы иметь там. Сбил ТП там четверым в игре за миллион долларов. Сделал из четыре там. Считерил. Считерил, да. Вот придумывайте. Пишите в твиттер, кстати, самые названия прикольные для каких-то моментов. Вот мне вот интересно. Сдэндил под фонтан. Сдэндил под фонтан, но уже нельзя сдэндить под фонтан. Но это пофиксили. Ну да, да, да. Кто-то, походу, нахабатил плот на валу. Фиксит, плиз. Я даже догадываюсь, наверное, игроки какой команды были первые, кто начал это обузить. Так, Муши, снизу. Ну что, Муши, тут будет Т2 Тауэр, можно забирать Муши, он вообще ничего не боится, потому что там, понятное дело, что просветок нет. Конечно же. Откуда там просветки? Ну они же смотрят Старладер. Ну есть... Старладере тоже никто просветки не покупает. Ну это правильно. А мы диктуем моду, понимаешь? Старладер это как бы топовый турнир, в отличие от этого турнира. Да, мы диктуем правила. Что у нас пикуют, то пикуют у них. Берут вот это, перенимают. Фигню какую-то, да? Муши. Муши, Ротикей. Чтобы исчезать. Ловит на стан, проблема Ротикей. Плюшка, плюшка, плюшка. Стянули, минус Ротикей. Ну вот стеночка, конечно, была лишней, но лед-лед здесь поторопился. Хотя, возможно, они будут забирать Тавр и... Да, ну ТП отменили и поняли здесь в ПГ, что драться нет смысла. ДК вот в этой игре уже играет уже как хорошая, сыгранная, топовая команда. То есть не спеша, спокойненько, по-хорошему доводит дело до конца. Я цель люблю. Как же безумный раш 3D ганг и убийство за вторыми вышками на третьей минуте. Ну вот, через полтора часа Старлада начнем переживать. Там этого добра будет хватать. Там может и другого добра хватать. Судитовых шесть матчей на Старладере очень много доты. Вас тошнить еще будет к ночи. И от меня, и от завтра. На Старладере, кстати, тоже шесть матчей. Завтра нет Китая, правда, во вторник тоже нет Китая. Китай к нам вернется только в Эднес Дайв, в среду, конечно. И там уже будет по два беста в два матча в день. И будет на этой неделе на Китае работать для вас товарищ Каспер. Каспер Китаец. С Гадхантом, либо с Дредом, не знаю с кем. Или сам. А на матчах с Старладером в следующей неделе буду работать я. Опять-таки с Гадхантом или с Дредом. Физы появляются у Вазора. Пока вот тихо. Очень вжали сейчас Вичи Гейминг, на самом деле. Ну, потому что их убивают под товарами, понимаешь? И все очень хорошо у ДК. Падает уже до конца. Вот я включу сейчас Нетворс. 8300 у Айсайса Айса. Вот, пожалуйста, Дараксир. От Кати Мидас. Очень хорошо. Два куска у него будет, не знаю, чем он будет собирать. Можно, конечно, огоним, но тут... Если, конечно, появится сейчас какая-то Шива, это будет... Привет, бедолага. Ну, почему? Шива это будет очень круто, и для Фантом Лансера это будет огромная проблема. Я говорю, это будет реальная проблема для всей команды. Ой-ой-ой-ой, ДК все толпой сейчас стоят здесь в лесу. Ну, не все, толпой не хватает, только Бёрнинга. Муши, форма. Спалил. Ииии, поймали Ланемо, Ланемо убили. Ну, не надо, наверное, и драться. Не надо драться, вы 3 в 5, врывается Муши. Стенка хорошая, льда, льда, льда. Ну, и Фенри разбрывает моментально, усыпили Муши. Муши тут же разбудили. Он берется с Супером, лед, лед, лед. Минус, но это 2 в 1, Муши надо бежать. Ну, что, давай, по-мужски. Ну, тут же ММА, ММА копнул и умирает. Муши на развороте, Супера. Пытается убить, это 3 в 1. Сейчас еще будет копье. Через 2 секунды, езди фуза, будет жирать. Только, только подтягивается Бёрнинг, это 4 в 1 и Бёрнинг. Вот из-за того, что Бёрнинг был далеко, ДК в 4 сейчас умирает. Вот так вот. Даблкил от паровозика. Да. Который смог. Даблкил ту ту. И у него паровозик, который смог. Паровозик, который смог. Паровозик Чарли. Ту ту. Яшат на подходе. Дипуза готовы, барабаны есть. Тут пишут, что если ты станешь кабанатом, то это засоксил. Что-что? Засоксил. Засоксил. Может быть, саксанул? Саксанул. О, как саксанул кто-то там. Да, вот это нормально будет, кстати. Линка появляется у Вивера. Вот это сейчас немножко изменит. Ситуации, кстати, Вивера не было. Только если он драка будет присутствовать. Не было, да, в драке его. Да, он бежал через всю карту, потому что ничего он не мог сделать. У него даже ТП не было, чтобы прилететь, например, на Т1 по миду сверху и прибежать. Ну вот, не успел. И в итоге всю команду убили, пока Бёрнинг занимался непонятно чем. Ну и по графикам мы видим, все равно огромное, конечно, преимущество у ДК, но немножко пришатнулось. Было 8000, стало 7500, а по XP было 3000, и осталось 1000. 7500 все равно очень много на 21-й минуте. Как ни крути. 7500 это 2 БКБ на Алхимика. О, вот это да, да, тут не поспоришь. 2 БКБ на Алхимика. Да, все-таки, судя по всему, АССС начинает собирать либо БКБшечку себе, но мне кажется, это будет БКБ, вряд ли это будет Аганим. Почему-то я думаю, что он будет как-то держаться от фокуса, чтобы хорошие стеночки. Ну, наверное, да. Ну, хотя Аганим, ну, блин, черт его знает, я даже не знаю. Просто если бы он хотел Аганим, мне кажется, он бы начал с Пойнт Бустера. Да, да, тоже ты прав. Может быть, ему впадло было бежать в магазин просто за Пойнт Бустером, или курицу отправлять. Ну, да ладно, ладно, БКБ, скорее всего, конечно же. Ну и ДК сейчас должны продолжать давить. Они знают, что у них много лишних артефактов, что у них есть преимущество по деньгам, и его надо реализовывать. И нельзя сейчас сидеть на одном месте и ждать, пока на них выйдут ВГ, которые поформят. Вот Бернинг начинает бить Т2, больно Бернингу, ну и здесь же Муши, поджог Тауэр, Слип. Ну, успев в Shadow Blade уйти. Должны как-то отхиливаться, я думаю, уже можно виспо включить или еще что-нибудь. Все-таки с полхп драку начинает никомильфо. Ну, тут не весело вообще сейчас, мы едем ДК, отбиваются парни из Вичи. По вышке уже протаранили. Ну, и отсосается через 1000 будет уже с БКБ. Это неплохо. Есть New Midas. БКБ, кстати, также готовит Муши, тоже 1500 ему до БКБ. Ну, и 2 БКБ, кстати, на Драгонайте, на Дарксирии. А если еще и БКБ будет на Вивере, ну, у Вивера уже есть Ленка. В принципе, БКБ это не столь важно. Есть еще и Aegis, Aegis действует еще 2,5 минуты. Надо бы это дело реализовать. Я думаю, прекрасно и лучше меня знает об этом ДК. Что надо реализовать от самой Aegis. Может, ждут, когда появятся БКБшечки? Ну, такое. Закончится Aegis, пока появятся БКБшечки. Они сейчас будут попытки выехать на мидл. Но, знаешь, они стягивают все равно. Они держат команду Вичгейминг в постоянном напряге. Вот Туту, правда, прилетел сюда, про Ози, который смог. Ну, что, ай-сай-сай-сай-стат убегает от Туту, прям фантом-лансер такой. Я просто побегу за тобой, так год с дисконектом, а почему-то. Такое бывает в Игре. Просто он тоже у кого-то потолк пытался. Увести. Увести потолк. Со своим везем. Да. Бернинг. Что там? Кроме линьки. Полтора куска. Я думаю, Дезолятор, скорее всего, будет появляться. Ну да, следующий, наверное, Дезолятор. Вряд ли это опять-таки будет БКБ. Ну да, ну, не думаю, что это будет БКБшечка. Мы видим ланэм. Теперь решили, да, на мидловый тавер. На топе не получилось. Сейчас Грисмидер. Соло это очень трудно. А Aegis? Ну, надо траку навязывать. Ну, просто так, а Aegis, ну, скорее всего, не будут. Потому что очень далеко. Муши мы видим, пока подтянется. Хотя бежит сюда, ай-сай-сай-с. Ну, тоже он без БКБ, наверное, не будут они эти тэги среализовывать. Просто забьют и будут ждать следующих 4 минуты до появления следующего Рошана. Тем временем на топе забирает вышку Фантом Ланцер. Вот это вот не стоит сейчас тянуть. Да, у Ланцера мы видим уже Монтастайл на подходе. Хотя, может, я думаю, не будут собирать Монтастайл. Да, я, кстати, видел очень много раз, что не собирают Монтастайл. Ну, а зачем? Джидус Бутерфляй. Например, у нас так прошли. Бутерфляй снесли. Так, Муши ворвался далеко. Берник здесь же заслипал себя. Фенрир очень хорошо. И Фенрир выживает здесь. Туту ворвался. ММА и два живой просветка. ММА умрет. ММА умирает. Ой, как хорошо копнул здесь 5. Ворованный Мимпэйла. Минус 2. Минус 3. Бернинга убили. А Эгис все-таки потеряли. Секунда еще была действовать Эгису. И Бернинга еще раз убьют. Да, Бернин без шансов. И... Это минус 4. Это минус 4 с Эгисом. Туту зарабатывает миллиард экспей. Все-таки покупает Монту. Все-таки взял Монту. Да, и Т1 Тауэр по минусу заберет ВГ. ВГ переворачивает эту игру. Было 7500 денег. Сейчас осталось 5000. По Экспе они уже догнали команду ДК. Хотя в прошлой игре у нас переворотов было не меньше. Да, у нас переворотов было. По Экспе сейчас все вернется назад. Ой, по деньгам. То есть вот минус 1 вышка. Это косарь, считай, срезали. Они, возможно, Т2 заберут. Ну и 2-я это еще 1,5. Да, они заберут, конечно. То есть пиваться нечем. А тут уже Фантом Лансер. Фантом Лансер уже с левелом. Фантом Лансер 15 левел, да, уже все вкачано. Фантом Лансер уже очень плотно-очковый. И забирает еще 1 вышку. Да, отыграли они практически все деньги. Осталось там 2,5 пуска преимущества. Но на 25-й минуте это вообще ни о чем. Да. Сильно. Гем. Сильно, стильно, молодежно. БКБ. Ну вот Лансер сейчас станет нереальной проблемой. Не, Лансер это уже я не знаю, что с ним скоро будет делать. То есть Лансер очень сильный. До следующего Рашрана 2,5 минуты. И сейчас абсолютно в каждой драке иллюзии Лансера. То есть Ланем уже вот на Энчантрес, ну, включит он свой хилл. Ну окей. ММА тоже мы видели, что он получает просто диффуза, одно копье и в этом иллюзии просто ферзает. Не грейженый. Кстати. Диффуза. Ну, грейданет когда-нибудь. Грейданет, он купил сейчас Виталий Ти Буста. А может он купит вторые диффуза. Ну, два БКБ же он купил, почему двое диффуза не купить? Ну, вообще он, да, он наркоман плотный. Может и... Ну, их же надо пересобирать диффуза, правильно? Потому что Лода на Интернешнл я взял. Диффуза у него закончились, ноль зарядов он взял, купил рецепт и думал... Я тоже думал, что, кстати, у нас сработает. Я реально, я был уверен, что у нас сработает. Я уже давно знаю, что... Там же не написано вроде. Нет, там не написано. Да, иллюзии уже фармят очень-очень сильно. Взбревают, наверное, крипов. Да, ну вот всё, иллюзии уже фармят абсолютно весь лес. И как бы Туту не особо парится. У него полторушка есть. Там, кстати, ДК в миде забирает Т2. А Туту на топе заберёт тоже Т2. Просто один разменяется. Кстати, в миде тоже можно устроить драку. Подожди, тут есть фортификейшн. На Ту-топе есть фортификейшн? Да, тоже есть. Возможно... Ну, почему бы не врываться? Вот сейчас Туту делает телепорт. Делает на Т3 телепорт и будет драться. Ротикией. Там БКБ. Муши. Бежать. Супер ворвался тоже в БКБ. Он ничего не боится. Так, заслипили. Очень хорошо. И Туту врывается. Сейчас на ССС. ССС. БКБ. Где стенка, братюнь? Где стенка, братюнь? Нет стенки. Я не знаю, почему он не поставил стенку. У него до сих пор хватает маны. Ну и мы Майя поймали, убили. Ультимейт залетел в Ланем. Ланем тоже умирает здесь, скорее всего. Да, вот его мы видим, как разор здесь просто. Минус Ланем. Дабл килл от Рубика. Что, пойдут дальше охотиться? Нет? Не пошел. Да, лед, лед, лед. Тут, конечно... Ну, может быть, он решил, что поздно уже и нет смысла. Но не поставил. Да, фармит. Фармит все тут-тут. Скоро у него совсем... Очень круто играет Фай. Действительно говорят, что обе игры царит 7-1-6 на Рубике. Ну, вы знаете. И в первой игре он играл на Рубике. Вы понимаете, почему. Я же не буду напоминать, почему он на Рубике царит. Почему? Потому что сет у него старландеровский. Блин. Я мог забыть. Просто как я мог вообще это из головы выпустить хоть на секунду? Я тебе предлагаю просто открыть и поставить на середину экрана. Старландеровский хуй? Вместо указателей. Чтобы люди понимали, да? Да. Я хочу себе вместо мышки Мидас. Вот вместо стрелочки, чтобы у меня Мидас был. Я вчера ботов попробовал, сделал. А я хочу, чтобы у меня был Мидас. Чтобы я мог вот так кликнуть на супер. И он продался. Пум. У из-за эксцеток. Вместо курсора Мидас. Да, вот это круто. Ну, как сказать. Вчера он проиграл с таким курсором. Ну, это такой. Это временно просто. Кстати, тут Тарасочка скоро появится. Вот есть уже Виталити Бустер. И мы видим, что 3000 голды у Туту имеется. Купил он ТПшечку. И понятное дело, что когда у него появится Тараска, задача для ДК станет еще сложнее. 2500 голды, все, впереди ДК. И 3000 XP ведут. Что там ведут? 2500 по деньгам и... Ну, и ведут пока уже по SP. Да. И что, будет врыв на Рошана, я так понимаю. И дали Арканы, чтобы хотя бы чуть-чуть маны были. Был у Туту, чтобы хватило на Монту. Туту хватило на Монту. Туту хватило на Монту. Отпускают. Отпускают Рошана. Стоит троляка, троляка ждет, когда кто-то засветится. Вичи Гейминг не торопится. Ну, а куда им торопиться? Ну, все спокойно. Все по плану. Ну, и Рошанчик. Это стояние. Стояние на Рошане. Да. Великие осенние солнцестояния. Рошана стояние. Ну что? ВГ. Вот такое. Нападаем, братюни. Вот, я вижу Рошана. Просто идете его и убиваете. Если бы они видели карту так, как ты, возможно, все бы так и состоялось. Ну, так как я, карту никто не может видеть. Или не видеть. Это вы поняли, о чем я. Так, стычка. Ой-ой. Поймали. Поймали туту. Вот, на это раз стенка нормальная. И Супер один выбегает просто в ВКП. Поймали. Ну, какой ультимат от Титана? Уоу. Сколько там демиджа. Финрид тут умирает, конечно, от Энчантрес. Но, в любом случае, уже размен один в один. Муши поймали. Муши пытаются бежать. И сейчас второй фраг. Еще один фраг. Слушай, и нормально же. Что-то я не понял. А где? И нормально же. Туту улетел без маны. Ну, ты смотри, что делает ДК-то, а. На этот раз стенку-то поставили. А я опять переворачиваю? Да. У нас переворот за переворотом. На этот раз все-таки внес демидж Бернинг. На этот раз поставил стенку лед-лед-лед и пошла жара. Там со страху канцер лансера же рецепт начал на базе покупать. Ну, да, разку вместо топора. Ну, так лучше начать с этого, да. Я же говорю, рецепт дает всех больше. Не, рецепт всегда дает больше. Рецепт стату дает, да. У тебя айтем этот где-то соберется. Да, и еще, может, люди прокликают и не поймут, что... Они подумают, что у тебя уже Тараска и забоятся, они пойдут атаковать. Не, ну, вообще они посмотрят на тебя, поймут, какой ты тупой. Я пойду атаковать. Да, я пойду атаковать. А ты из курьера быстренько так. Такой, ага! Канальи. Я вас удели? Канальи. Да, ну и продолжаем наблюдать. 32-ая минута, 17-16 в пользу ВГ. Качели у нас продолжаются. Что в первой, что во второй игре у нас переворот за переворотом. Ой, Сайсай сбежит от иллюзий. Боится, боится, конечно, потому что тут манку-то всю быстро вот так вот попортят. Стап, 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 повыжирает. Две тысячи, кстати, у Сайсайса. Давай даггер, братюнь. Я знаю, ты хочешь купить даггер. Я в тебя верю. 300 денежек остается. А? Ту-ту. Да, Тараскин. Там нереальный ульт от РТК был. Вот нереальный просто. Он там столько в сандалил по четверым. Да, там все красные были очень битые, но их не смогли подобивать. И Enchantor, кстати, очень прикольно, потому что драка шла вот здесь у нас сверху. И абсолютно всю драку Enchantor снизу стояла и сюда забрасывала импетусы такие. Очень-очень плотные. Тут пишут, что неплохо было бы на сайте GamingBest.com такой курсор сделать. Вместо мидаса, да, ну нормально. Кстати, да, неплохо. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. И вот она, Тарасочка. Иллюзии теперь гораздо жирней. Да, 34-ая минута. И сейчас проблемы. Иллюзии эти убивать очень тяжело будет. Сейчас будут сплитпушить, постоянно напрягать все лайны. Мидл, ботом. Две соседних точно. Ну, это понятно, то есть. ДК выиграли прошлую драку, но опять-таки ничего не значит. Это значит только, что Phantom Lancer становится еще плотнее. И посмотрим, будет ли война и когда следующая. Да, вот эти иллюзии, они тут... Кстати, мушают, смотри. Думаю, что Тром все купил. Вот это, я понимаю, мощь. Жирштоки, муши. Восесой с даггером, брат, тюня, красавчик. Даггер все как положено. Только заюзый БКБ до даггера. Как там? Не зафунзи. Не зафунзировать, да. Или зафунзить. Зафунзить. Или профунзил. Ну что, Бернинг. Бернинг, у которого вторую игру уже подряд не самый топовый нетворс на карте. Это как-то удивительно. Сдает. Прошлую игру он выиграл, конечно. Что у него MadRussianSkills. MadRussianSkills, да. Да, кто не видел. Да, он объяснил мне очень быстро. Что он все знает о нас вообще. Что русский язык он знает лучше, чем китайский. Вообще, Бернинг нормальный, братюня. ТП, кстати, он делает. Нужно сейвить вышку от иллюзий, потому что иллюзии вкапывают нормально. Балансер, понятно, что он практикует. Но практикует фарм всего, чего бегает вокруг. Всем, чем бегает вокруг него. Сплит, пуш, нажимай right click, получаю удовольствие. Три минуты до конца действия Эгиса. Ну и надо что-то делать же, да, Бернинг, кстати. Очень много денег у него. Что купит Бернинг? Что купит Бернинг? Ну ты как думаешь? Я бы купил либо криты, либо МКБ. МКБ? Да, ну там патрифляй, да, 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 МКБ было бы неплохо, хотя может лучше на криты. Но вот сейчас проблема в том, что Бернинг опять-таки без ТП-шечки. И на топе его пацанов будут убивать, он не сможет прилететь. И вот он не купит ТП. Не разошлись. Так, нашли Муши. Да, Муши умирает. Фай поднимает Муши, и Муши здесь не успеет ничего сделать. Ульт от Бэйна, да, понятно. Тратят все это дело, 100 секунд. Да, все правильно, ничего страшного, боже. Вариант вообще что-то творить. Ну и понимает Бернинг, что ну да, надо дальше линию попушить. Пять тысяч денег, хорошо, потом что-то куплю. Смотри, несется паровозик. Ту-ту. Слушай, а они будут разводить Муши на байбэк? Конечно. А у них нет байбэка, лол. Нет байбэка? Они есть, 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 есть. Тысяча, тысяча девятнадцать голды стоит байбэк. А ну то есть сейчас будет. Ну, значит сейчас разведут. Да, в ноль сейчас Муши придется... Или нет, или не пойдут они. Или Муши собирается 30 секунд еще просидеть. Ну, иллюзии-то бьют, но проблема-то в том, что Муши-то не выкупается. Он может уже это сделать. Но вот не хотят, не хотят. ВГ, да, дают Муши возможность просто посидеть в таверне. Ну там, тем временем, Ту-ту снизу нафармливает нереальное количество. Подошли крипы к его вышке, он там сейчас заберет пару. Две пятьсот, да, а то ты бутерфляй на подходе, а потом там, вы понимаете, какая-то вторая тараска и там, может быть, Кео, там уже все что угодно он захочет. Все, что захочет, сможет себе купить. Вот это все. Альфонс. Все, что захотите. Как ты преподнес. Да. Ну что, восемнадцать шестнадцать, тридцать седьмая минута. Ту-ту. Пока хорош. Хорош пока, да? То есть ты оцениваешь. Да, я оцениваю. На четверочку или на пятерочку? Ну, я бы даже сказал, на четверочку это хвостецкий. А тут такая твердая-твердая пятерочка, я бы сказал. То есть ты выше хвоста и упадил. Канька. Да, хвост сегодня был на троечку. Четверочка хвост, ты что? Сегодня хвост был на двоечку. Посмотрим, каким будет вечером хвост в играх. Напомню, что сегодня Na'Vi играет против Квантик. И Na'Vi играет против The Alliance. С тобой не угадали. Не МКБ, не Криты, это Баттерфляй. Баттерфляй. Баттерфляй тоже хорошо. Мы видели, как Баттерфляй работает на этом чудо-герое, когда его бьют, и он не бьется почему-то. Проблема. Ну, не только на этом чудо-герое, как на Луне. Воу-воу. Вот разор с аганимом это тоже хорошо. И рефрешер еще ему надо. Просто бородавый. Мы видели недавно, опять-таки, собрали аганим и рефрешер, и как падают там товара и бараки, это надо видеть. Террибл. Террибл дэмэдж. Ты тут Каспер решил подрубить? Что-что? Каспер решил подрубить. Любимое слово Каспера. Так это не Каспера фраза. Террибл дэмэдж. Это ж старое-старое. Ворованное Каспером. Цитата. Вот он какой-то. Да-да, по деньгам. Вернулось все на круги своя. У ДК 8 тысяч голды преимущества и 3,5 тысячи экспы. То есть у ДК кажется все очень хорошо. В Никсе, кстати, даггер появляется. Лежит в Тэш. Кстати, как так получается вообще? Как так получается потолок качается? Кажись, ну тут фармит просто один только паровозик Ту-Ту, действительно. Да, ему чуть-чуть остается совсем. Опять делает ТП на топ-лайн. Что там подходит. Подходит крепки. Боится чего-то еще. Вау! Ну тут айсайсайс мы этим пропушил. И сам улетает. Улетает на базу. Говорит, на базе безопаснее. У меня всего-навсего 1200 маны и 1500 хп. Сделаю, как я, пожалуй, ТП на базу. Потому что третий Рошан появится через 2,5 минуты. И нам надо быть готовым! Третьему Рошану! Ибо на нем будет решаться судьба-судьбинушка матушки родненькой. Ну, посмотрим. Ну, если успеет. Наверное, успеет выформить бутерфляй себе до Рошана, я думаю, там будет тяжело очень с ТУТУ как-то что-то сделать. Возможно. Ну, 2500 хп. Атаки 218 чистое. То есть все из статов. Да. Ну что, и 20-й левел мы едим у ТУТУ по-прежнему. Ну, понятное дело, что фарм будет идти до момента появления Рошана. На Рошане будет, опять-таки, стояние. Может быть драк. Ну, драку я бы хотел, честно, увидеть. Да пора бы уже. 39-я минута. Да, я Эгис, кстати, говорю, Эгис. Бутерфляю ТУТУ на подходе, скоро будет. Тарам-пам-пам. Что он делает вообще? Нет, он сначала купил рецепт на Майон Шторм. А, еще один? Правильно. Дабл Майон Шторм. Затупить решил. Сегодня у нас все по два. Всем по два. Burning Denied Tower. Ну и вот они иллюзии. Вот они опасные иллюзии, с которыми надо что-то решать. Они просто-напросто плодятся, как цыгане вообще. Так я для этого и собрал, скорее всего, Майон Шторм. Но с Тараской уже, мне кажется, трудновато. Нет, так все просто. Продолжает фармить паровоз. Появляется у него бутерфляй, 745 копеечек сверху. Но они у него множатся очень быстро. Вот он деньги копает лопатой просто. Минута. Меньше минуты. Вот сейчас. Ровно минута осталась до респауна Рошана. И Сыраегис. 41-ая минута игры. По деньгам напоминаем вам, что 10 тысяч почти ведут ДК. По экспе и просто в одну сторону валится все. Потому что в пятером ходит команда ВГ и ищет они какие-то моменты. Один только ту-ту фармит. А в это же время ДК чувствует себя, в принципе, более-менее хорошо. Вот вопрос, кто кого потом. Ну, кто кого мы увидим. Ту-ту ДК или ДК ту-ту. Та-да. Ту-ту туда. ДК того. Ту-ту. Та-да. Та-да. Та-дам. Та-дам-там. Копия пошли. Ну тут. Как останавливать? Ну понятно, что Нича перехватывает иллюзию. Недолго она живет. Сейчас будет ДК задувать. Ты представляешь, они просто сносят. Ну вот понятно, ты им ничего не сделаешь. Не хочешь много дэмэджа, там бутерфляй как бы. Ну вот прибежал Бёрнинг, ну просто Тауэр падает. Пушку падет, да. Ну вот так вот. То есть все просто. Так. Там Виверу поджало походу, да? Там просто АССА сделал ТП и сразу дабл-клик на блинг. Я подумал, что может он вперед врывается, а оказывается наоборот. Он назад. Да, отпрыгивал. Что, на Рошане стояние сейчас будет наверное, хотя я думаю недолго стояние будет. Все-таки мне кажется лансер себя чувствует сейчас нереально уверенно. Ну типа да, но на Рошане то ему иллюзии не помогут. Драться то можно и не с Рошаном. Ну да, драться надо с врагом. Только надо как-то этого самого врага зацепить. Заманить его на себя, заставить его выйти в атаку. Сырком поманить. Ты знаешь, кошелёк. Да, 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 да. Иди сюда. Мой герфренд. Что? Товарищи. Опять вот эти вот манцы по лесам. Ни минуты покоя. Просто вот они всё время фармить, фармить. Почему, кстати, вот мне интересно. Собаку нужно захватывать на такой минуте игры. Я не знаю чем, чем угодно, но нужна собака. 30% дэмэджа это... Да, это очень круто. Но как бы нету ни у кого доминатора и некому его собрать. Но драгонай это бы не помешал, кстати. Очень бы даже не помешал. Ну и что? И на Рошана никто не идёт. Улетает Ту-Ту. Далеко отсюда улетает. Продолжает фармить все линии. Так, ну Ту-Ту всё сделал очень грамотно. Оставил иллюзии и тут же ломанулся на Рошана. Потому что прекрасно понимает, как только его спалили на топе, ребята... И Бёрнинг-то успеет убить. Ту-Ту не добежит. Или добежит. Запалят, запалят этой фигнёй. Да, запалили. Так, запалили, что пол Рошана уже мёртвых. Ну и всё. И Бёрнинг продолжает быть здесь. У Бёрнинга нет БКБ, напомним. Зашёл Муши. Муши не юзает форму. Вот она Мека. Мека проюзана. И... Рошан падает. БК забирает Рошана. Здесь будет ли врыв. Забегает Ацестрал Спирит. И поздно. Сыр Эгис. Сыр Эгис. БКБ. И Драка. И Ту-Ту. Поймали. Встанет Ту-Ту. Стенка хорошая. Ацестрал Спирит не может, потому что в Слипе и он и бульте. Только сейчас БКБ. Муши. Муши просел. Сыр. Муши успел прям на лоу хп сожрать Сыр. Пытается... Все равно его убьют. Тут забей. Тут дамажит нереально можно. Трилляр дэмэджа. Мега килл. Мега килл. Рубик-то украл стеночку. И стеночка-то работает. И туда-сюда. Да, две стены. И в итоге уходит Ацестрал Спирит отсюда. Слушай, два в три получилось. Рубик и Фантом Лансер выжили. Хаванда. Да. Прогрейдил диффуза. Три 100 в кармане. Может сейчас еще что-то себе позволить. Вторую Тараску. Просто вторую Тараску. Или Тревелла. Лучше все продать сейчас. Да, он пересобирает. И Тревелла купить. Да. Царь, спасибо, тут уж слушаешь Вилата. Вилат вигде не подскажет. Вот серьезно. И начинает Владимир собирать, я так понимаю. Нет. Он просто попродавал все, что у него осталось после этого. А, разобрался. После Транквиллов. Вываливается. Зачем продавать Транквиллов, если их можно разобрать и сделать Тревелла. Экономный такой. Товарищ. Да, веселая Дота. Опять-таки, 2019 и непонятно, кто выиграет. На первой карте мы до конца не понимали, кто же выиграет игру, что сейчас. Мы не понимаем, кто же у нас станет, собственно, победителем. Ту-ту. Ту-ту. Ку-ку, мой мальчик. Ту-ти, ту-ту-ту. Ту-ту. Что означает мне два квадрата вот эти? Ну, это, наверное, какие-то китайские иероглифы, которые у нас не отображаются с тобой просто. Понятно. Я подумал. Потому что у нас нет китайского языка в системе. Если мы добавим китайский язык в систему, то в Доте у нас будут отображаться эти иероглифы, скорее всего. Так, а что Курьер принес? Гем. Понятно. Во! Лансер купил Сигем. Ну, в принципе, выживаемости у него более чем достаточно. 2600 хп, 29 брони. Видеть вивера. Ну, блин, я думаю, что эта игра затянется. Затянется еще минут на 15, так точно. Проблема в том, что через 22 минуты уже начинается Старладдер. И очень-очень хочется, чтобы этот матч закончился. Роман-то отсюда? А? Роман. Какой Роман? А, ты сегодня работаешь, точно. Сегодня я. Товарищ Каспер у нас празднует. Поздравляем, кстати, Стасяна. У Стасяна сегодня день рождения. Кстати, точно. Первое в его жизни день рождения. Не, ну вот оно было, когда сам родился. Ну да, сегодня у него настоящее день рождения. Сегодня Стасяно один год. Огромный торт с одной свечкой. Да, огромный торт. Так что Стасян сегодня гуляет. Днюха у него выставляется Стасян сегодня. Девчонки там. Девчонки там, да, братюни там, все дела. Все правильно делает. Да, Стасян скоро-скоро станет топовым дотером. Ну, сегодня у него такая днюха первая. Он сегодня вкатывается только в реальную жизнь. Скоро он вам все объяснит. Скоро он все поймет. Он поймет, что правда в Hearthstone. Да, ну продолжается у нас тут стояние. ДК уже стоят на сведу. У них 12 тысяч голды ведут. Не просто нон-топ в игре по дням. 14 тысяч экспы. То есть кроме Phantom Lancer для них остальные проблемы вообще не являются. Но зато Phantom Lancer это очень сильная проблема. Да. Огромная проблема. Сейчас что он будет собирать? Гем, думаю, скоро переложат в кого-то и нужно купить что-то. Велат, поздравь Стасяна от элитного чатика на Велат ТВ. Хорошо, вот обязательно. Увижу Стася Стасяна. Скажи пацаны, он с Велат ТВ передали поздравление с днем рождения. Просили подарить тебя. Что ему подарить? Что дарят детям, когда им один год? Обычно папе лучше что-то подарить, когда детям один год. Сынок, у тебя сегодня день рождения и папа дарит тебе что? Коньяк. Коньяк. У Косвера, наверное, и так же сейчас. Да, это, кстати, правильный моб. Итак, Ту-ту. Выдвигаются. Баттлфурия. Дари ему. ГТА 5, да? ГТА 5. Вырастешь, будешь шпилик. Вырастешь, будет как ГТА 3 для нас. Почему, когда я не был один год, мне даже Дэнди не подарили? Да, но зато тебе Дэнди подарил Хекс. Все нормально. Да, мне не подарили Дэнди, зато Дэнди подарил мне Хекс. Да-да. Ну что, поехали дальше. 2019. Ну давайте что-то решать, пацаны. Потому что StarLadder скоро. Я им сейчас напишу. Please. Finish. Navi. Navi. Да. Каспер любил писать. GoGoFive там и так далее. С такую ересь. Они этого не понимают, мне кажется. Ну типа. Не-не-не, кто-то все не понимает. Идет экшен. Вон я им написал change logo, please, спасибо. Они мне ответили тоже на нормальном, понятном языке. Отправили меня, как всегда, вот это вот, вот это поселение, которое недавно ученые на Google Maps нашли в Перу, в горах. Вот это вот. Угу. Выдали точно. Который на «на» начинается и на «и» заканчивается, да. Вот жить-то там, да? Жить-то там, прикольно. Где живешь? Да. Поселок классный. Поеду-ка я, пожалуй, домой. А куда? Да. Ну, не важно. Домой просто, да? Давай не уточнять. Так, ну вот мы видим иллюзии проблемные, но вот тавр сейчас упадет просто. Бёрнинг там, кстати, спит. Вот тавр иллюзии пилят, и 30 минус тавр. Минус тавр. Тут устроить. Бёрнинг. 6400. 6400 у ланцеров. Ну, ну, нормально, нормально. Я бы гем выкинул нафиг. Та, ну, забей! Не тот самый слот, который нужен. Муши. Ну, а почему они дальше не стоят там и не пытаются побить бараки точно так же? Не знаю. Это же их, ну, они же в... Чего они вот уходят? Вот действительно нет тавра. В чистой битве они не выиграют. Они это должны понимать. МКБ начинает собирать. Ну, понятно, там бутерфля есть. Но МКБ уже есть у Бёрнинга. Смотри, Туту забегает. Видит его муши. Стан в Туту. Начинает пилить. Здесь же Асайс. Стенка. Шива. Стянул. Туту очень много дэмжа. Финрил там стрял. Мека хорошая. И в ответ там стяжечка была. Но умирает у нас Бейн. Умирает у нас Бёрнинг. Бёрнинг байбэк вернулся. И Бёрнинг нарезает. Как крутики. Бёрнинг какие куски там отламывает Бёрнинг. Всех поубивали, короче. Да. Серия байбэков. Три байбэка. Файт тут. Ох, как хорошо Бёрнинг. Бёрнинг делает трипл килл. Байбэк таймлапс. Просто четко сыграла здесь команда ДК. В итоге потеряли они одного Бёрнинга. Правильно? Кто сделал байбэк? Да. А там было три байбэка. Муши отыграл просто. Муши царь. Да. Дарксир тоже царь. Да. Дарксир, конечно. Поставил стеночку, стяжку. Очень круто. Пошла драка. Аганим появляется у Нчи после этой драки. Это есть хорошо. Муши две с половиной тысячи. Это значит, что скоро мы увидим Кирасу. Да. У Лансера опять цепанули. А его будут цеплять? Так это правильно. Мы видим, что его убивать надо долго. Но это вполне возможно. Запрыгнули. Проблема в том, что когда ты его убиваешь, ты выиграл драку. Да. Ну дальше там все. Там бесполезные куски. То есть как бы мы уже поняли, что остальные игроки команды там еда. Зафокусил паровозик с пилиугу. И все. Будет фармить. Фармить еще 400 кудов. И КБ. Видим, есть свои иллюзии теперь у Нчи Хантрес. Да. На которых к тому же висит. Жолнир мы видим. Такие жесткие свои иллюзии. С копиями. Да. Что, сколько? До следующего Рошана 3 минуты. Я думаю, следующий файт будет именно там. Ну, да. Да, да, да. И есть мнение, что это может быть даже не последний Рошан. Мы по-прежнему надеемся, что игра закончится в ближайших минут 15. Потому что как бы... Читарладр. Читарладр ТВ. Читарладр ТВ. Читарладр ТВ. Читарладр ТВ. Ну и продолжается, продолжается у нас вот эта вот порнография. 52-ая минута. 24-21 ДК впереди. По деньгам у них 14к. По XP уже 20к. Да. Вы посмотрите, пожалуйста, на лвла. Ну, ну да. Тут вот за счет того, что 15-ый Ротикей, 15-ый Фай, 11-ый Бейн. Но это не важно. Это, в принципе, не суть. Важно. Важно. А? Мое мнение, что ему бы здесь больше БКБ пригодилось. Кому? Фантом лайнсеру? Да. Ну, куда? Вместо МКБ? Ммм... Да нет, пробивать надо как-то Бёрнинга. У него хватит людьми пробить. Вопрос в том, что он не выживает. Вниз на Бёрнинга как раз таки. Бёрнинг 4. Мне кажется, они хотят занять ХГ под Рошана. Или просто пойти в атаку. Их сейчас с двух сторон могут принять ДК. Или они могут принять. Выходит Сидяз. Сейчас видит Бёрнинг их. Палит Бёрнинг. Туту. И на Туту можно врываться. Атака на Ланема. Ланем. Включил хил. Ланем. Нет, не включил хил. Ланема умер. Очень быстро. Здесь пошла война. Ассайз стянул Финрира. Копает МММи Финрира. Финрира надо и Файя быстро убить. Двух саппортов. Валдартитана уже убили. Файя убили. Финрир. Финрир по-прежнему живой. Да убейте же вы. Кто-то его бегает. Кто-то ему ничего не может сделать. Мамайт тоже умирает. 2 в 2. И все. Ланцер. Но он решает уходить. Кстати вот выживает Супер. Вживает Туту. 2 в 2. Но в принципе размен равный. Ассайз фуловый. Бёрнинг тоже фуловый. Ну да 2 в 2. Они просто разменялись саппортами. Что Рошан появится вот. Как только появятся эти саппорты. Грубо говоря прям. Пух. Появится Рошан. 25 секунд. Да. Как раз. Подрубика так сказать. Лансера нету маны. Вообще нет маны. Ему придется бежать на вазу и гениться. А за это время могут ушатать Рошана. Который вот сейчас прям. Да. И очередной сырой Эгис. Ну в прошлый раз он ничего не дал. Команде ДК. Но на этот раз мы видим что. Уже поняли ДК. Как надо драться. Вот появляется у нас товарищ. Рошанчик. Ну и тут уже иллюзия сразу. Которая его увидела. Что он уже появился. Ну что. Финрир. Супер. Нужна быть драка на Рошане по-любому. Будет кто-то. Туда просто. ВГ просто туда забегает. Все. Они уже никого не боятся. Очень далеко отсюда Бернинг. Очень далеко Бернинг. ТП надо делать уже. Бернин делает ТП. Но это поздно. Будет лол. Бернин делает ТП на Т3. Уже начали бить Рошана в ВГ. Нет. Успеет. Успеет. Подбежать он конечно. Но ММА надо копнуть с хайграунда. Надо копнуть с хайграунда ММА. Это единственный шанс. Он побежал в Визе. Ланема. Подняли. Ланем вносит пользу. ССС. Хорошо ворвался. Там БКБ. ССС. ССС тоже БКБ. Ротикей. Ой какая стенка. Что происходит? Еще одна стенка. Разорвало две стены. Ту-ту. Вот пожалуйста. Триплкил Бернинга. И Бернинг успел. Успел на Рошан. Рошан кстати сейчас умрет. Чувак как же охренительно играет Фай. Казалось бы. Но не хватает. Немножечко не хватает. И с Регис. Что пойдут пушить? Можно пушить топ. Есть ли там байбеки? Моу. Нет. Воу. Каким образом? Там нет ни одного байбека. Ну минуту. Минуту нет байбека. Вот это да. Вот это поворот. Слушай это минус две стороны. Каким образом? Вот это да. И вся игра сейчас решается. Пуши заходит на ХГ с одной стороны. А ССС заходит с другой стороны. Это минус. Бернинг вообще. Без вариантов. Без вариантов. Да ну вот он бернинг. Да это минус две стороны. Это точно. Может быть и минус. Я тоже сейчас пойду на третью. Минус эти бараки сделают. Ну вот тут Рубик пытается выиграть. Т4. Они просто идут на Т4. Просто и все правильно абсолютно. Они понимают что надо выигрывать за счет того что нету у нас товарища Туту и команда ДК дважды. Абсолютно одинаково. Выигрывая одну очень важную драку за счет охренительной стенки льда 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 выигрывает эту игру. 2-0 ДК. Браво. Да. Отличная игра. Отличная игра от Дарксира. И очень хорошо показал себя Рубик. Но вот не хватило ему прям чуть-чуть. Наверное не хватило им фарма скажем так. Да. Вся надежда была на Ланцера. Ланцер один не смог реализовать себя и убить пятерых. Там был ДК. Там был Вивер который сотворил трипл килл. Там были ребята которые что-то могут делать без артефактов. Это Айс Айс Айс. Который спокойно. Хотя у него он вынес свои артефакты через Мидас. Айс 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 да. Он свое вынес и все у него было хорошо. Сцесс отыграл хорошо. Ладно ребят. Спасибо вам за внимание. Отличные были игры. Кто пропустил запись конечно будет. Сейчас абсолютно все переключаемся на канал StarLadder 1. Где через 5 минут начинается уже трансляция с сегодняшнего 23-го игрового дня Star Series. Начинаем мы с чудесного матча Fnatic Empire. Потом Quantic Na'Vi. Потом Quantic 4FC. Потом Quantic Aspera. Потом Na'Vi Alliance. И Альянс Quantic. Наконец. God Hunt. Я прощаюсь сегодня со зрителями. До свидания. Ты идешь отдыхать. Ну и в эфире у нас буду я наверное с товарищем Андреем Голубевым. Еще раз. Переключаемся уже на первый наш канал StarLadder через 5 минут.